Начинаем отборку картофеля. За окном еще лежат снега, а здесь уже снимают урожай второго хлеба. Селекционеры подводят первые итоги кропотливой работы. После скрещивания и отбора получен новый сорт с рабочим названием «Джулия». Долгий путь начался в научном институте, где картофель рос в абсолютно безопасной от вируса в среде. В зимнюю теплицу мини-клубни попали три месяца назад. Сейчас тут настоящие картофельные джунгли, хотя ученым важны не вершки, а корешки. У нас ставилась задача получить как минимум пять штук клубни с куста. При пробных копках мы получили минимум семь штук. То есть отдельные экземпляры нам выдали до 14 штук клубни с одного куста. То есть это очень хороший результат. В теплице реализована инновационная система освещения. Светодиодные лампы существенно сокращают расход электроэнергии и увеличивают продуктивность побегов. Это результат совместной работы селекционеров и ученых аграрного вуза. Лабораторно-производственные условия созданы в рамках комплексного научно-технического проекта. Он реализуется благодаря областной программе развития селекции и семеноводства картофеля. Часть затрат на техническое оснащение хозяйство возместят из региональной казны. Здесь созданы все условия для того, чтобы заниматься научной деятельностью. То есть теплица создана для того, чтобы получить до трех урожаев за год. То есть сократить полевые испытания. В этом году хозяйство масштабирует размножение семенного материала. Проект позволит решить одну из важнейших задач, поставленных губернатором Дмитрием Мазаровым. Обеспечить продовольственную безопасность региона с прицелом на экспорт продукции. Нами проводится селекция на раннюю спелость. Также отбор красно-клубневых гибридов. Первый сорт получил название «Джулия». Подан на госиспытание в 2020 году. Сорт округло-овальный, раннеспелый, около 65 дней. Столового назначения. Высокие семенные качества нового сорта выявят испытания в полях. Самарский картофель будет опробирован в разных регионах России. Покажет себя с наилучшей стороны, может смело надевать мундир. Сергей Павлов, Алексей Гриднев, Новости губернии.